Всем привет, ребята! Это шахматный клуб Веникс, и мы начинаем новую рубрику. Будет она называться «Победа в дебюте». Рубрика будет вдохновляться от книги Калиниченко, которая имеет одноименные названия с нашей рубрики, то есть «Победа в дебюте». Итак, хотелось бы отметить существенное отличение от рубрики «Олега Саламахи. Катастрофа» именно в том, что в этой рубрике мы будем запоминать с вами идеи. То есть я буду вам показывать именно такие партии, такие позиции, которые лично я сам встречаю очень часто. А так как 75% нашей группы, ну, приблизительно моего уровня шахматисты, я думаю, всем будет очень интересно научиться ловить в дебютах и побеждать уже в начале партии своих соперников. Итак, начнем мы традиционно с рубрики «Радостников», с самой веселой шахматной игры, именно королевского гамбита. Итак, поехали. Е4, Е5, Ф4, ЕФ, Салон, С4. Вот в Блиц не очень хочется, я вам так скажу честно, терять безопасность короля, лишаться рокировки третьим ходом. Но есть такой дебют, есть дебют слона в королевском гамбите. Белые допускают ход в версии Аш-4. Король Ф1, и вот уже здесь частенько черные зачастую допускают ошибку, они выводят слона на Ц5, хотят дать мат на Ф2. Это небольшая ошибка, потому что попадают под темп Д4. Слон Б6, Конь Ф3. Хочется прогнать отсюда ферзя и хочется развиться с темпом. Ферзь И7. Вот такую позицию, ребята, на доске я вижу очень часто. То есть, грубо говоря, из 50 моих сыгранных партий в королевском гамбите, в гамбите слона, именно процентов 20-30 вот такой позиции сопровождается. Конь Ц3 защитили пешку на Е4, хотя брать ее, собственно, нельзя из-за слона Ф7. И с Конь Ж5 двойным ударом, но не суть. Конь Ф6, да, и даже так против меня часто играли. И вот уже здесь, ребята, после этого момента, давайте с вами поднимем первую идею. А идея заключается в том, чтобы пойти Е5. Е5 и у... ну, идти на Ж8 очень обидно. А вот на Аш-5 стоит отметить то, что у Коня нету свободных полей. То есть, в общем-то, именно ловушка, ловушку стоит им делать именно на этом. То есть, мы зациклим свое внимание на неудачном положении Коня на Аш-5. Но все это нужно сделать постепенно и грамотно. То есть, в общем-то, если вы обратите внимание, то что сейчас черные поля Ферзя, они под большим сомнением. То есть, нет ни одного черного поля. Можно сходить Конь Д5 с темпом, и Ферзю приходится отступать на дно из двух полей. Но на Ф8 идти очень обидно, потому что все-таки черные хотят пойти 2-0. И поэтому Ферзь Д8. И вот начинаем мы пользоваться нашей идеей, а именно пойти Ж4. То есть, в общем-то, вынуждают черных сыграть ФЖ и слон Ж5. Слон Ж5, у Ферзя нет полей, и черный просто обязан ослабить своего короля ходом Ф6. Ф6, ЕФ, ЖФ. И вот здесь, ребята, давайте вам первая задачка, а именно попробуйте найти здесь выигрыш. Выигрыш здесь можно найти двумя способами, но начнем с такого самого бросающегося глаза. Ферзь Е1, король Ф8, слон Х6, король Ф7, конь Ф4. Вот смотрите, два слона красавца перекрыли королю все отходы, а конь перекрыл, в общем-то, все отходы по 6. И просто можно сказать, что на доске мат, и приходится просто играть Д5, и на слон Д5 скидывать Ферзя. Но здесь говорить не о чем. Вот такой вот интересный путь. А второй путь, давайте подумаем, 3 секунды. Да, это ход Конь Е5. Красивейший удар, в общем-то, подставляемся под два удара от пешки Ф6. Ну и давайте посмотрим, что будет на взятии. Ну, на взятие слона будет Ферзь Х5, с неминуемым матом на Ф7. А на взятие коня та же идея, Ферзь Х5, король Ф8, слон Х6, король Ж8, и вот конь дает симпатичный мат с этих двух полей. Прошу обратить внимание, что в этом прекрасном мате участвуют сразу две фигуры. Итак, вот на ход Конь Е5, конечно же, никто бить не будет, и, скорее всего, вот в этой позиции соперник пойдет 2-0, ну или просто сдаться. Может быть, ладья Ж8. Все это произойдет к тому, что просто дадим мат на Ф7. Скорее всего, дальнейшее продолжение это 2-0, но находится Ферзь Х5, ФЖ, конь Ф6 шаг, двойной. Король Ж7, Ферзь Х7, конь Ф6, и конь бьет Ж4 мат. Вот такая вот интересная партия. Да, лично вот, когда я ее посмотрел, когда я прочитал эту парцию в этой книге, у меня было состояние дежавю, потому что я видел уже эту позицию, и мне было очень интересно узнать, как же все-таки одолевать черных вот в этом дебюте, в гамбите слона. Ну, я надеюсь, вам тоже всем это все понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, и если их соберется определенное количество, я продолжу разбирать с вами дебюты, и мы с вами вместе научимся побеждать всех соперников в дебюте. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!